Мы продолжаем отвечать на вопросы зрителей портала Экзегет. Вопрос такой. Почему святые любили молиться по ночам? Ну, вообще это есть некая традиция, она, человек, попадая в традицию, он не всегда соотносит это с ее истоками, он просто живет в этой традиции, не заморачиваясь о рефлексии, рефлексии этой традиции. И это путь настоящий, правильный. Человек и должен, вообще пребывание в традиции, оно и предполагает доверие этой традиции и не задавание вопросов. Если человек задает вопросы, пытается рефлексировать по поводу этой традиции, то, как правило, он не может справиться с потоком этих вопросов и с традицией порывает. Вот это общее правило, оно не только касается, скажем, правильной христианской традиции, оно касается любой традиции. Даже самый отвратительный и плохой, суть точно такая же. Традиция тем и хороша, что ты попадаешь в этот поток и просто живешь так, как живут все. Ты можешь осмыслять эту традицию до того, как, но когда ты не попадаешь, ты перестаешь задавать вопросы, ты просто живешь. И это легче, проще, потому что ты не тратишь силы на сопротивление традиции. Зачем было с ней сливаться, чтобы ей сопротивляться? Если уж ты влился в традицию, то не трать время и силы на борьбу с нею, а отдайся той силе, которая в этой традиции живет. Послушайся, делай, и ты получишь результат. Конечно, если это касается какой-нибудь плохой традиции, грязной, скверной, сатанинской, злой, она заведет очень далеко. Но вообще надо думать об этом до того, как. Хорошая традиция на тему хороша, что человек, скажем, приходя в монастырь и попадая в структуру монастырской жизни, если он каждый раз будет задавать, а зачем, а почему, а для чего, откуда вы это взяли, почему вы так делаете, то он не сдвинется с места, он никогда ничего не достигнет. В лучшем случае он уйдет из монастыря и поймет, что это не его место. А здесь он не достигнет никогда и ничего. Чтобы достигнуть, надо полностью довериться традиции. Вот такой парадокс. Это правда парадокс, потому что, ведь правда, можно попасть в очень, в секту, например. Вот. Но, тем не менее, и в отношении плохой традиции, в отношении хорошей традиции, вот это так работает. Просто если ты попал в плохую традицию, это тебя погубит, а если ты попал в хорошую традицию, то это тебя исцелит. Вот. Но внутри традиции, внутри традиции есть, всегда находятся люди, которые их, эта традиция всегда поставляет на свешник, люди, которые как раз размышляют о истоках традиции. Это нужно для того, чтобы как раз вот традиция, поскольку, скажем, касательно христианской, монашеской особенно традиции, очень важно не только вот само пребывание в этом потоке традиции, она перестанет действовать, если этот поток не будет обновляться в лице неких святых людей, то есть живых носителей этой традиции. Если это будет просто некое правило, некий стереотип жизни без людей, которые осуществили этот, всю правду этого, этой традиции, не явили ее в жизни, то традиция либо иссякнет, либо станет ложной и плохой. Вот поэтому внутри, раз эта традиция животворная, раз она действительно правильная, то в каждую эпоху, в каждом месте, в каждое время внутри этой традиции появляются святые, которые свидетельствуют всем находящимся окрест о том, что традиция действенна, традиция работает и дает новое направление святоносности вот этой традиции. Но точно так же это, по-моему, должно быть понятно, как сказал некогда Семен Новый Богослов, никто не может стать святым, пока не увидит отплеск святости на лице другого человека. Традиция, она потому и традиция, что это не просто обезличенный поток, а это традиция как раз общения с носителем традиции, с носителем предания, с носителем благодати Святого Духа. И в каждом поколении, в определенном времени, в определенном пространстве такие люди появляются и свидетельствуют об истинности, живоносности традиции. Но точно так же, как появляются святые, появляется и богослов. Богословы появляются реже, чем святые, и должны появляться реже. И богослову нет нужды Духу ставить богослов в каждом месте и в каждую эпоху. Их достаточно ставить достаточно редко, потому что их действие, поскольку оно письменное, непосредственно в соприкосновении с ним нужды никакой нет, то их можно, это действие этих богословов может распространяться на 500 лет, на 700 лет, иногда на 1000 лет. Но периодически такие действия Духа происходят внутри традиции. Он находит людей и делает из них свидетелей, богословских свидетелей. А богословие как раз и есть рефлексия по поводу традиции в соответствии с эпохой. То есть, чтобы на языке этой эпохи, на языке этой культуры, на языке вот тех современных реалий рассказать, отрефлексировать, почему традиция такая. Почему она именно то, что она есть. Это не обязательно, но вот люди, когда у них появляются вопросы, они встречаются, читают книги таких богословов, они размышляют об этом, понимают, что да, в этом есть смысл. И больше дальше не заморачиваются, а продолжают ту традицию, которая там 2000 лет до них животворила и делала простых людей святыми людьми. Ну вот периодически такие вехи богословские, это рефлексия на тему традиции, то есть жизни в Боге, жизни в Духе, но в соответствии с реальными современной эпохи, такая потребность периодически возникает, и Дух воздвигает внутри этой традиции таких светильников и свидетелей, который как раз размышляет о том, почему, зачем и для чего, и отвечает это в Духе именно на языке той социокультурной реальности, в которой он и призван об этом свидетельствовать. Вот поэтому, скажем, для древних ночная молитва, она не представляла собой никакой проблемы, то есть вам бы просто сказали, а когда еще молиться? Вот как не ночью. Вот, то есть просто даже не поняли бы по проблематике вашего вопроса. Вот, ночи нужна для молитвы? Для чего? Для чего еще она нужна-то ночью? Вот, как раз самое время для молитвы. Об этом знали очень долго, и задолго до Христа, и задолго после Христа, и в сущности этот ритм изменился, по большому счету, вот только в последнее время. И это не потому, что люди пошли на работу, они работали всегда на самом деле, может это многих удивить, но вообще-то и до 20 века люди тоже работали, трудились, вот, причем летом трудились в поте лица совсем не так, как мы, это был очень тяжелый труд, трудились на каторгах, трудились в тюрьмах, трудились на галерах, трудились где-то вот там, не знаю, рабами, крепостными крестьянами, слугами в доме, вот, это всегда было, а потому естественным образом, когда же еще молиться, как не ночь, когда у тебя только и появляется время, чтобы помолиться, вот, а потому ночная молитва, она была естественна, а потому она и была сложна, потому что сохранить свое состояние, свое тело и свою душу, и свой дух в состоянии молиться после напряженного ночного дня, это дорогого стоила, это было трудно, вот, но все понимали, что я могу молиться ночью, могу не молиться ночью, но другого времени для молитвы у меня нет, это также, причем это особенно, наверное, подчеркивается, как раз монашеской жизнью, потому что мы представляем себе монаха, человека, который, ну вот, поспал ночь, встал и молится целый день, вот, потом лег, поспал и снова молится, ну, понять можно, да, конечно, я так не могу, я не монаха, да, нет, ничего подобного, монахи не молятся днем, никогда не молились днем, в собственном смысле этого слова, днем они трудились, в общежитетном монастыре, ну, конечно, были там Антоний Великий, который, в принципе, всегда молился, там, 24 часа в сутки, или Ануфрий Великий, вот, а в целом нормальная монашеская жизнь, это жизнь, естественно, днем что еще делать, трудиться надо, когда еще трудиться-то, свет от электрического нет, естественно, надо трудиться, пока день светит, надо в огороде поработать, надо там штукатуркой поштукатурить, надо дорожки выровнять, надо там сорняки вырвать, надо стол накрыть, надо еще что-то, глиняные коржки сделать, воду наносить, много чего надо сделать в течение дня, а вот ночь, это как раз время, когда делать ничего нельзя, а стало быть, нужно молиться, вот, и поэтому это было просто, ну, скажем, даже, определено бытовой, бытовой структурой тогдашнего человека, и поэтому никаких вопросов о том, когда молиться не возникало, вопрос возникал в том, как сохранить себя, чтобы ночью молиться, вот, потому что если человек не молится ночью, по древним практикам, он не молится никогда, просто он даже работает, когда он будет молиться, но, вот, кроме бытовых составляющих, есть еще и, скажем, духовная составляющая, имеющая опору в священном писании, ну, вот, например, древнейшее свидетельство о ночной молитве, это свидетельство об Аврааме, он принес жертву, вступая в завет с Богом, принес жертву, и всю ночь он бдел, отгоняя птиц от этой жертвы, и получил богоявление, откровение и заключение завета, вот, это образ не только жертвоприношения, зачем вообще приносить жертву ночью, это образ именно ночной молитвы, когда человек встает на молитву, и должен отгонять все те страхования, все то, что готово расхитить его приношение Богу, он бдит, и в этом бдении он открывает Бога. Ночью молился Иаков в Пенуэле, и тоже встретился с Богом, Баренья и Якова. Вот это древнейший свидетельство, или, скажем, книга Псалты, 138-й Псалом. Скажу ли, прочитаю, чтобы было понятно по-русски, скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. То есть, Давид свидетельствует о том, что ночь он уделял молитве. Конечно, он всегда призывал Бог, но ночь для него была особым действием молитвенным, и все переживания, очевидно, вот они были именно связаны с ночной молитвой, и отсюда образы, что тьма, которая окутывает человек, потому что это же не световой день, эта тьма, она делается светлой, она просветляется, потому что в ночной молитве человек обретает свет, внутренний, умный свет, просвещающий его. Небо не начинает светиться, свет проникает внутрь человека. Ну, не буду говорить там о множестве святотических свидетельств, вот новый завет. это, собственно, действие Христа, который сам по себе указывает на вот, общепринятую практику, ну, и, собственно, деваться ему некуда. все молитвы он возносит по ночам. Мы не можем сказать про каждую ночь, но все, что мы знаем, это всегда ночные молитвы, он уходит ночью помолиться, включая последнюю его молитву, гефсиманскую молитву, когда он молится ночью. Очевидно, это было общее правило, что, естественно, днем люди, днем какие-то дела, днем путь, днем чудеса, а ночь, когда же молится Богу, а ночь он уходит, когда он спал, Бог ведает. Вот, и отсюда же, например, тоже из новозаветного повествования выходит такое монашеское песнопение, которое закреплено в типично монашеской службе, полуношница, собственно, она об этом и говорит, как типично монашеское действие, в полночь все жених грядет в полуночь. Это образ взятый из притчи о десяти девах, в полночь же пришел жених, раздался голос все жених, выходите в сретение жениху. Вот это представление собственно православного христианского монашества, даже так скажем, о том, что пришествие жениха будет в полночь, то есть ночью, оно привело к тому, что с древности монахи сугубо отдавали ночь, то есть для них не было вариантов, они должны были это делать, они и пришли для того, что это делать, как бы они не трудились в течение дня, чем бы не был заполнен их день, они ночью вставали на молитву, потому что они сами себя осознавали, как те самые премудрые девы, которые должны выходить, быть готовым выйти навстречу жениху. Вот это собственно традиция, изначальная традиция повлияла больше всего на ночную молитву христианского монашества и издавна всегда главное молитвенное действие монахов приходилось в силу этого на ночь, а на Афоне это, пожалуй, единственное место, которое сохранило традицию монашескую, до сих пор именно ночь и отдается молитвенному день, никаких других вариантов афонское монашество просто для себя даже и не рассматривает. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. До новых встреч!